Я сердечно приветствую всех участников нашей встречи и друзей фонда Горчакова. Это великолепная общественная организация, которая очень много делает сегодня для развития связи гуманитарных с зарубежными странами, с нашими соотечественниками. И я всегда с удовольствием участвую в мероприятиях. И первое мое выступление для друзей фонда Горчакова. Конечно, я с удовольствием приветствую и наших коллег из Путника, и наших студентов-упредователей. Сразу хочу сказать, что речь не идет о классической академической лекции. Я просто хотел поделиться соображениями накануне Победы, Дня Победы, накануне Великого Праздника, который мы все будем отмечать через несколько дней, и поделиться соображениями о том, как с позиции сегодняшнего дня видится не просто международное значение этой Победы и вклада Советского Союза, Советского народа в эту Победу, но и как видится развитие геополитической ситуации. Дело в том, что мы по-прежнему в значительной степени живем в тех реалиях, которые были созданы после Второй мировой войны, созданы совместными усилиями государств стран антигитлеровской коалиции. Но прежде чем говорить об этом, я хотел бы сказать, что, конечно, 9 мая – это такой государственный праздник, и национальный, в общем, наш главный национальный праздник, и не только нас, россиян, но и многих наших друзей, коллег, государство СМГ, во многих странах СМГ является также государством праздником. Но мы, конечно, в эти дни, вспоминая о величии Победы, о роли государства, в целом Красной Армии в этой Победе, и, конечно же, и тех наших близких, родных, дорогих, большинство из которых с нами уже сегодня нет, которые обеспечивали эту Победу. Я все это говорю к тому, что, знаете, я и мои друзья часто сожалеем о том, что, когда мы были помоложе, мы не расспросили своих родителей, участников войны, подробностях о том, что происходило. Но, вообще-то, я должен вам сказать, что они не любили об этом говорить. Они даже когда собирались, то чаще вспоминают какие-то бытовые забавные истории, чем тяжелые фронтовые будни. И очень многое нового мы узнали, когда Министерство обороны выпустило совершенно фантастический, самый крупный архивный материал «Память народа». Потому что там можно проследить не только путь фронтовой вашего отца, деда, прадеда, но и увидеть, почему их представляли в той или иной награде. Там очень все простым таким, знаете, фронтовым языком описано, но очень ярко, потому что людям было не до орфографии даже, я же не говорю о стилистике изложения. И я, и многие мои друзья, я знаю, совершенно неожиданно узнали для себя такие многие новые детали о героизме, характере наших родителей, да и в целом о том, как проходила эта война, и что люди чувствовали, как они это описывали, даже в официальных документах, таких как представление к наградам. Ну, это так, коротенькое ступикное слово. Знаете, сейчас очень много выходит разного рода публикаций, посвященных войне, ее происхождению. Совершенно естественно, это и к 70-летию было победой. Я посмотрел даже то, что вышло у нас в России, десятка три монографии документальных исследований. А уж если говорить о зарубежных, то, наверное, нет ни одного сегодня крупного журнала, который так или иначе не посвятил бы номер или часть номера дню 75-летия окончания войны. В Европе, по крайней мере, поскольку мировая война, как мы знаем, закончилась уже на Дальнем Востоке. И, конечно, высказывается много разного рода суждений, и в том числе высказываются такие гипотетические идеи относительно, что бы произошло, если бы антигитлеровская коалиция, если бы Советский Союз в этой войне не победил. И много разного рода идей. Очень легко их, конечно, выдвигаются уже с позиции сегодняшнего дня, когда известно, что же произошло потом. Но интересно отметить, что эта задача занимала очень серьёзный аналитиков и в период войны. И как, естественно, у нас в Советском Союзе, так и те, кто были нашими союзниками. И вот передо мной лежит очень интересный материал, который был подготовлен аналитиками Комитета начальников штабов Соединённых Штатов Америки. Комитет начальников штабов подготовил очень подробный анализ развития мировой ситуации в случае поражения Красной Армии под Сталинградом и прекращения активного советского сопротивления по всему крону. Цитирую. «Падение России станет катастрофой, которая поставит США в отчаянное положение. Континентальная Европа будет полностью надолго потеряна для союзников. Взяв под свой контроль основные природные экономические ресурсы СССР, Германия с союзниками станет непобедимой в прямом военном противоборстве. В лучшем случае удастся удержать Британские острова, но и там ожидается резкое усиление прогерманских настроений в правящих кругах страны, падение кабинета Черчилля и заключение сепаратного мира с Германией. Крах СССР, прогнозировал комитет начальника штабов, вызовет цепную реакцию по всему миру, рухнет движение сопротивления в Европе, развалится Британская империя, широко распространятся прогерманские настроения на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, соединение германских и японских армий в районе Суэца отрежет союзников от доступа к межневосточной нефти, США окажутся заперты в западном полушарии и будут вынуждены перейти к глухой и длительной обороне. Перспективы казались настолько мрачными, что в документе даже рассматривался вариант сепаратного мира с Германией или с обеими ведущими странами ОСИ. Этот вариант, правда, был сразу отвергнут, как чреватой полной изоляции США в мире. Так думало военное командование США, чуть не склонное преувеличивать значение советского фактора в войне. К этим вполне вероятным геополитическим последствиям надо добавить, что победа стран ОСИ привела бы к всемирному распространению тоталитарной модели, идеологии фашизма, расизма и антисемитизма. Человечество было бы отброшено далеко назад, и мир поистине стоял тогда на краю вселенской катастрофы. Наша победа, которая была достигнута вместе с союзниками, отвела его от этого края. Враги человеческой цивилизации были разгромлены, а их бредовые идеи были надолго-надолго дискредитированы. Мы потерпели крах сотрудничавшей и заигрывавшей с фашизмом старой консервативной элиты Европы, укрепились позиции левых демократических сил, которые стали определять вектор дальнейшего развития Европы в направлении социального государства и улучшения жизни простых людей. Осознание опасности агрессивного национализма и межгосударственной вражды привело к зарождению интеграционных процессов на европейском континенте. Никто иной, как Черчилль, одним из первых заговорил об объединенной Европе. Был дан мощный импульс распаду колониальной системы с последующим выходом на игровую арену таких гигантов Китая, как Китай и Индия. Тем самым наша победа в войне расчистила путь к созданию совершенно нового миропорядка, основанного на более справедливых и демократических основах. И характерно в этом смысле, что в отличие от Первой мировой, основы этого миропорядка закладывались еще в ходе войны и совместными усилиями ведущих держав антигитлеровской коалиции. Я хотел бы это особо подчеркнуть. Важную роль сыграли, конечно, уроки, извлеченные из опыта Версальского мира, Лиги наций и мирового экономического кризиса 30-х годов. Руководство «Большой тройки» понимало необходимость создания новых, более инклюзивных и эффективных механизмов поддержания международной безопасности и стабильности мировой экономики. Отсюда и проекты создания ООН, и Бреттон-Глудская система, запущенные уже к концу войны. Особо следует говорить о роли нашей страны, Советского Союза, в планировании и создании такого послевоенного мира, которое сегодня часто замалчивается или искажается. На Западе стало модно изображать Советский Союз чуть ли не больным человеком, своего рода спойлером антигитлеровской коалиции, противопоставляя его западным демократиям. Между тем, наша страна принимала активное и равноправное участие в создании этих новых международных институтов. Еще интересно, известный американский дипломат Чарльз Йост, участник конференции в Дубар-Паноксе, разработавший основы ООН, вспомнил, что ему, как американцу, досадно было наблюдать, что основной интеллектуальный вклад в разработку устава ООН внесли двое русских, член советской делегации Аркадий Соболев и советник Госдепартамента российского происхождения Лео Посольский. Я же не говорю о том, что нам известен огромный вклад, который внесли профессора, наши профессора, да, это профессора НГУ, а затем работавшие много лет в ГИМО, это Сергей Борисович Крылов и Всеволод Николаевич Турденевский, которые готовили проекты устава ООН и готовили все остальные документы, связанные с деятельностью, все системы, все семьи международных организаций. На конференции «Он Бреттам-Вудсис» в 1944 году советская делегация, как показывают сегодня документы и новые исследования наших историков, также вела себя очень активно и добилась престижно в условиях членства Советского Союза в Международном валютном фонде и в Всемирном банке. Это, конечно, было не случайно. Советское руководство совершенно не собиралось распространяться от участия в формировании послевоенного мира и послевоенном урегулировании. Хочу напомнить вам известные слова Сталина о том, цитирую, что «Россия выигрывает войны, но не умеет пользоваться плодами побед. Русские воюют замечательно, но не умеют заключить мир. Их обходят, не додают». Современник Первой мировой войны Сталин опасался, что и на сей раз западные союзники сначала используют Россию в качестве почечного мяса с помощью посулов, а затем обойдут при заключении мира. Победа в войне, которая превратила Советский Союз в великую мировую державу, давала долгождонную возможность перевести гигантские жертвы и военные свершения Советского народа, Советского Союза в гарантии безопасности страны на долгие годы вперед. И в Кремле никак не собирались упускать эту возможность. Еще в 43-м году создаются три комиссии комиссариата иностранных дел по подготовке мирных договоров и послевоенного устройства во главе с Литвином, по вопросам перемирия во главе с Ворошиловым и препарациям, которые возглавил Иван Михайлович Майский. В их работе участвовали не только дипломаты, но и ученые, и военные. Я в связи с этим всегда с гордостью отмечаю активное участие в этой работе Евгения Викторовича Тарли, академика известного, который очень долгие годы работал в нашем университете. Советские планировщики исходили с продолжением взаимодействия с западными союзниками, которое считалось необходимым для решения основных задач, стоявших перед советской внешней политикой. Долговременное обезвреживание Германии и Японии, легитимация новых советских границ и зон влияния за их пределами, получение экономической и финансовой помощи на послевоенное восстановление разрушенного хозяйства страны. На конюне Ялтинской конференции в Вашингтоне получили советскую заявку на долгосрочный 6 миллиардов кредит для закупки американского промышленного оборудования после войны. Тогда же постановлением правительства была создана межведомственная комиссия для подготовки вступления Советского Союза в валютный фонг и Всемирный банк. Советское руководство было готово пойти и дальше своих западных партнеров в послевоенном взаимодействии по обеспечению международной безопасности в рамках ООН. В 1942 году, во время визита Молотова в Вашингтон, Сталин полностью поддержал идеи Рузвельта о четырёх «полицейских» — так формулировал эту идею Рузвельта. Большая тройка плюс Китай, как основных гарантов послевоенного мира. Не может быть сомнением, телеграфировал он Сталин Молотова в Вашингтон, что без создания объединённой вооружённой силы Англии, США, СССР, способной предупредить агрессию, невозможно сохранить мир в будущем. «Хорошо было бы сюда отключить Китай», — добавлял Сталин. На Тегеранской конференции Сталин в развитии этой идеи поднял вопрос о создании коллективных вооружённых сил четырёх держав, которые бы контролировали важнейшие стратегические пункты мира для предотвращения агрессии в будущем. Однако Рузвельт, на словах, согласившись с этим на 100%, уклонился к конкретному обсуждению этого вопроса и возможного продвижения на этом важнейшем направлении. Прообраз объединённого военного командования в виде военно-штабного комитета ООН впоследствии так и останется на уровне. В Кремле совершенно обоснованно считали, что решающим вкладом в разгром фашизма и огромными жертвами в этой борьбе Советский Союз заслужил признание своих законных интересов безопасности и равноправного участия в послевоенной мировой политике наряду с США и Великобританией. Советские эксперты видели расхождение геополитических, идеологических и других интересов между великими державами, но не считали, что эти расхождения носят антагонистический характер и надеялись на полюбовное разграничение сфер безопасности в Европе по принципу ближайшего соседства. Это я процитировал слова Литвинова. Речь в частности шла о том, чтобы соседние с Советским Союзом страны воздерживались от участия в военно-политических союзах других великих держав в обмен на аналогичные гарантии со стороны СССР в отношении западных держав. По существу имелось в виду мирное сосуществование сфер жизненных интересов великих держав на основе взаимного признания и уважения этих интересов. Эти идеи перекликались с проектами западных экспертов-международников, в том числе назвал бы здесь очень авторитетного обозревателя, может, молодое поколение уже не очень его помнит, а когда мы учились, он был одним из самых цитируемых международных обозревателей, специалистов в области международных отношений, Волтер Ликман, который в своей резонансной книге 1944 года в цели Соединенных Штатов в войне, называл эти возникающие сферы интересов стратегическими орбитами, вращающимися вокруг великих держав США, с Великобританией, Советского Союза, а также Китая. Эти региональные системы безопасности, по мнению Ликмана, вполне могли бы уживаться друг с другом и дополнить работу Всемирной Организации Безопасности видя будущее ООН. На этой основе можно было сохранить согласие и взаимодействие великих держав, без которого прочный мир после войны будет невозможен. Об этом неоднократно заявляли и западные лидеры Рузвельт, Черчилль, Руман. У послевоенного мироустройства были другие составляющие. Мирные договоры с европейскими сателлитами Германии определили новые границы в Европе и репарации в пользу пострадавших от фашистской оккупации стран. Нюрнбергский процесс установил новые международно-правовые принципы ответственности за подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны или соучастие в таких действиях, включая насилие и в отношении индивидуумов или меньшинств, политическим, расовным, религиозным мотивам. Кстати говоря, осенью будет отмечаться в 75-летие начала Нюрнбергского процесса. Планируется большая конференция по линии российско-исторического общества. Познамские соглашения по Германии во многом определили послевоенный статус Германии и закрепили особую ответственность четырех держав-поведительниц в германском вопросе, которое стало одной из опор всего европейского порядка. В Москве, как, впрочем, и в Вашингтоне, и в Лондоне, были реалисты, которые не замахивались на создание идеальной системы безопасности, способной обеспечить мир на вечные времена, Сталин в Ялте говорил о необходимости сохранить мир на 50 лет. Майский в своей программной записке, приготовленной Сталином, «Желательная основа будущего мира», писал о 30-50 годах, охватывающих жизнь двух поколений. Поколение лидеров, переживших две мировые войны, не питало иллюзий насчет достижения всеобщей гармонии. Тем не менее, созданная странами-победительцами Ялтерско-Потсдамской системы, решила задачу сохранения мира на эту обозримую перспективу. Но не все получилось, как надеялись, и рассчитывали создатели этой системы. Вместо полюбованного разграничения сферы интересов, произошло жесткое разграничение через раскол и конфронтацию. Вместо сотрудничества великих держав, между ними началась холодная война. Но в том, что у нас осталась холодной, большая заслуга, конечно, принадлежит Ялтерско-Потсдамской системе. Она не создала рай на земле, но помогла избежать ада. Этому способствовал и демонстрационный эффект Великой Победы, Великой Победы Советского Союза, который наглядно показал огромные мобилизационные возможности и военную мощь Советского Союза. Бить ее определяет сознание, говорил на совещании армейских пропагандистов в мае 1946 года начальник Совинформбюро Глазовский. И то, что мы набили морду, это усвоено многими. И они начинают представлять себе, что Советский Союз представляет силу, а силу всегда уважают. Это уважение к Советской военной мощи, ее человечеству, ресурсу, сохранилось надолго. И она будет жива, это представление и память о ней. И в связи с тем, что, как говорил Карли, все понимают об известном роде ущерба, который влечет за собой нападение на Россию. Ялтинско-Подзамская система, конечно, отражала новое соотношение сил в мире, и в этом смысле начался совершенно новый политический процесс, соотношение, которое сложилось в результате разгрома стран России. Ее системообразующими факторами, как вы хорошо знаете, стали в Советский Союз и США. Основу ее стабильности составляла взаимное сдерживание этих двух полюсов, возглавляющих свою систему Союза. И после обретения Советским Союзом военно-стратегического паритета США, стабилизирующая роль этого фактора, сдерживание только усилилось. В ходе кризиса в Холодной войне обе стороны научились избегать прямого военного столкновения, создали двух- и многосторонний площадок механизма достижения соглашений, создали новый договорный режим в ключевой военно-стратегической сфере, военный, ядерный, выработали определенные правила поведения. Но это все достаточно хорошо известно. И период разведки, как вы знаете, получил дальнейшее развитие, послевоенное статус-кво, окончательное международно-правовое закрепление. В итоге Ялтинско-Потсдамская система, при всех ее издержках и недостатках, оказалась гораздо более эффективной и устойчивой, чем ее предшественница, система Версальско-Вашингтонска. Возникает естественный вопрос, а почему порядок, созданный державами, принадлежавшим к разным общественно-политическим системам, оказался гораздо более жизнеспособным, чем Версальская система, построенная однотипными по своему устройству государствами, Большой Четверки, как тогда называли США, Великобританию, Францию и Италию. Часть ответа состоит уже в отмеченном учете опыта двух мировых войн и потрясений 20-го столетия. Но вместе с тем был устранен ключевой дефект Версальских систем, исключение из нее России, без которой невозможно было создать устойчивую безопасность в Европе и мире. В результате победы СССР приобрел совершенно новый статус в мире, который нельзя было игнорировать. Это хорошо понимали западные архитекторы послевоенного мира. Приведу еще одну, по-моему, это очень интересная цитата Рузвельта. «Даже если вам русские не нравятся, вы их все равно обязаны иметь с ними дело», говорил Рузвельт в своем кругу. «Они слишком велики и сильны, чтобы согласиться на разоружение, и вам будет лучше следовать старому политическому правилу. Если вы не можете заставить кого-либо подчиниться вам силой, сделайте его вашим союзникам. Вы тогда обретете колоссальную мощь». Другое важнейшее отличие состояло и в том, по сравнению с Версальской системой, что противоположность беспомощной лиги наций с ее распылением ответственности между всеми членами ООН, он был основан на принципе особой роли ответственности великих держав, постоянных членов Совета безопасности. Пусть они далеко не всегда действовали сообща, мы это знаем хорошо, но наличие у каждой из них права вета удерживало опасных односторонних действий. После распада Советского Союза многие основы Яртонско-Потсдамской системы, в том числе и международно-правовые, оказались подорваны. Что же пришло и на смену? Ну, вы знаете, что была серьезная попытка установления полярного порядка, при котором весь мир должен был стать сферой влияния США, в США, но не успели американцы убедить себя и других в необходимости стабильности и благости этого порядка, как он начал быстро разрушаться, не успев толком установиться. И я обнаружил супорное сопротивление такому порядку международной среды, нехватка ресурсов, жесткой и мягкой силы у самих Соединенных Штатов. Поднялись другие центры, Китай, Индия, Россия, даже региональные державы, такие как Иран, Турция и другие. И сейчас мы видим, как Америка при Трампе отказывается нести это бремя мирового лидерства. Вместо этого предлагается стратегия национального эгоизма, односторонней и безостенчивой защиты узконациональных интересов, невзирая на интересы других стран. Формула «каждый за себя» или «все против всех» оказалась заразительной для некоторых других стран. мы уже начинаем пожинать плоды этого национального эгоизма в виде размножающихся локальных конфликтов, усиления, гонки вооружений, торговых войн, обострения общечеловеческих проблем, климат, экология, распространение эпидемий, особенно, конечно, мы видим сегодня, на фоне пандемии. Потому что, если каждый за себя, то кто за всех, даже такой небольшой сторонник многостороннего сотрудничества, небольшой сторонник многостороннего сотрудничества, как Сталин, предупреждал западных партнеров в Ялте об опасности узколобого эгоизма после войны. Он предложил тост, цитирую, «за то, чтобы наш союз, рожденный в огне сражений, стал прочным и сохранился после войны, за то, чтобы наши страны не погрязли только в своих собственных делах, но помнили, что помимо их собственных проблем есть общее дело, и что в Дни мира они должны защищать дело единства с таким же энтузиазмом, как и в Дни войны». Конечно, времена изменились, и сегодня невозможно вернуться к форматам международного взаимодействия времен Второй мировой войны и послевоенных лет. Однако мне кажется, что ответственность великих держав, которые были победителями в этой страшной Второй мировой войне, предполагает их очень серьезную ответственность. И на этом фоне, мне кажется, очень важным предложением, которое поступило президента России, Путина, о встрече, обсуждении узловых проблем руководителей стран «пятерки». На этот счет, вы знаете, ведутся соответствующие переговоры. Понятно, что нынешняя ситуация с пандемией ситуация только еще более усложнила, но, с другой стороны, это большая катастрофа мирового масштаба для пандемии. Она должна побуждать руководителей великих держав, конечно, к гораздо более тесному сотрудничеству к определению соответствующего миропорядка или хотя бы движения в эту сторону, который начал бы выстраиваться уже сегодня, чтобы мы думали о будущем, которое придет, несомненно. И уверен, что это будущее, конечно, будет отличаться от настоящего, поэтому его контуры должны прорисовываться. Уже сегодня, кстати говоря, очень многие умные, я бы даже сказал, выдающиеся исследователи, и у нас за рубежом, сегодня об этом говорят, вот недавно вышла статья одного из таких почитаемых международников, Крыма, Алисона, мне довелось с ним встречаться, который говорит о том, как важно уже на этом этапе сотрудничество, в том числе в разработке правил игры, поведения в этой конкуренции, с тем, чтобы не переступать опасная игра, за которой начнется или может начаться военный конфликт. Идеи советских и западных планировщиков времен Второй мировой войны о мирном существовании стратегических орбит великих держав заслуживают, на мой взгляд, сегодня свежего прочтения. Я, пожалуй, на этом остановлюсь и с удовольствием, с интересом послушаю ваши вопросы или комментарии в связи с тем, что было сказано. Спасибо. Продолжение следует...